У меня вот такой вот вопрос. У меня есть две замечательных работы. Только вы успокоитесь. Сосар, вы уже все уже спрашиваете, да? Это уже вопрос начался, да. У меня есть две замечательных работы, которые я очень всегда люблю. А у вас семья есть? Да, у меня два ребенка. С мужем хорошие отношения? Да, вы со мной сидите здесь. Все, тогда дальше спрашиваем. Вот, и мне предлагают третью работу. А муж как считает, как муж микрофончик, да? Как-то нормально к этому относишься, что жена не будет дома, а будет на третьей работе? Вот в этом и заключается вопрос. А почему вы тогда меня спрашиваете, я не могу? А я ей уже отвечал на этот вопрос. Она как-то что вас спросит. А-а-а, вот это все не делает. Ну, тогда давайте микрофончик назад. Вы мужа своего любите, нет? Конечно. А в чем любовь заключается? Добродетель. То есть поступки. А вы снисходительно ему, сниспускать на него свою любовь, да? Угу. А как в чем вы называете? Я вижу человека, который добродетель. То есть этот человек какой-то для меня бескорыстный. То есть я в его поступках очень часто замечаю имена. Это вы говорите сейчас про ему поступки, а я говорю про ваше, что он будет в отношении к нему. В чем она проявляется? Нет, в чем она должна проявляться. В служении. А в чем заключается главное служение женщине мужу? Ну, во-первых, это как, да, слушаться, это какие-то... Видите, вот, естественно, все эти вопросы уже ответили. То есть самое главное служение мужа, это слушать его советы. А женщине слушать советы очень трудно мужу. Толик иначе гораздо легче. Я знаю, что вам кажется, что вы сейчас тысячу примечений не найдете, почему не надо слушать советы мужа. А я вот сейчас найду одну причину только, которая вам все-таки убедит в том, что надо это делать. Есть только одна причина. Запомните, есть тысяча способов вам объяснить себе, что вы любите своего мужа. Но ваша любовь к нему проявится только одним способом, если вы начнете слушать его советы. Хоть это я сгезаю для вас. И через него действует Бог данный человек, а не через меня. Услышали? Да. Петь мужу трубочку. Теперь вы, пожалуйста, прокомментируйте наши разговоры, что-то скажите. Что-то что-нибудь доброе подобное, что-то скажите. Подобро. Я желаю всем счастья. Спасибо вам. Видите, он вас любит, он не стал вас ругать при всех. А можно было поругать чуть-чуть, сто процентов. Хороший человек у вас, муж. Вымечательно. Хороший человек у вас, муж. Спасибо. Спасибо. Спасибо.